Привет, дорогие друзья! Намасте всем! Сегодня в этом видео я вам хочу рассказать про... немножко поделиться своими мыслями, наблюдениями, чувствами, переживаниями по поводу того, что происходит сейчас в мире. Немножко рассказать о том, как эту ситуацию можно сбалансировать, улучшить и пройти её максимально достойно, насколько это возможно, на текущий момент времени. Начнём с того, что всё, что не происходит, к сожалению, затрагивает и проявляет, обнажает всё то, что есть у нас внутри. Это и наши инстинкты, это и наши чувства, это и наша сознательная часть, что мы по этому поводу думаем, как мы на это реагируем, и чтобы каждый из вас мог пройти эту ситуацию максимально... с максимальной пользой, с максимальными уроками и максимальным осознанием с переходом на новый уровень. Вся наша жизнь идёт по цикличному процессу, да, витки эволюции, которые меняют один другим. Когда-то в 90-е мы жили время, когда всё поменялось, и академики, и профессора, а научные работники остались без работы. И кто-то в этот момент, для кого-то это был переломный момент, когда всё поломалось, и действительно было плохо, и непонятно, что с этим было делать. С другой стороны, те люди, которые быстро сориентировались в ситуации, смогли принять и адаптироваться под новые реалии, смогли для себя вынести, для своих близких и родных большую пользу. И 90-е это было время силы, когда мы... Чем сильнее человек, чем сильнее его дух, тем больше была возможность заработать, попасть в нужную струю, жить достаточно хорошо по тем меркам, насколько это было возможно. Сейчас мы переходим в другую... в другой цикл и вот этот виток эволюции, когда снова всё поменялось, снова непонятно, что делать дальше. Снова какой-то перед нами, знаете, как непонятный ребуск, на который мы смотрим. И окей, так как мы жили прежде, жить уже не получается, а как жить по-новому ещё непонятно. И сейчас тоже есть возможность у каждого из нас перестроиться, поменять свой стиль мышления, поменять отношение к себе, к миру и, наконец-таки, научиться создавать ту реальность, которую действительно мы заслуживаем, ту, которую мы хотим, ту, которую мы достойны. Каким образом это вообще происходит? Во-первых, мы состоим из инстинктов, как я говорил ранее, чувств и нашего разума. И вот соединяя вот эти вот все вещи, научившись управлять своими инстинктами, взять их под контроль хотя бы для начала, научившись ими управлять, а это касается инстинктов, это касается чувств, благодаря нашему разуму, благодаря нашей точке зрения, фокусу нашего внимания. И благодаря совмещению вот этих вот вещей мы с вами можем и должны, не побоюсь этого слова, в новой реальности сотворять тот мир, который мы заслуживаем. Сделать квантовый сейчас скачок для того, чтобы наше будущее было достойным, качественным и намного лучше, чем было до этого. Сейчас как раз такой момент, переломный момент, и мы с вами можем это сделать. Что для этого было бы хорошо понять и осознать? То, что у нас есть наша жизненная энергия, наш потенциал и ресурс. Это наша сексуальная энергия или энергия жизни. Насколько мы живем в здоровом теле, насколько у нас корректное питание, какое питание для нас корректно, насколько у нас в целом есть энергия на то, чтобы жить и взаимодействовать с этим миром, наполненным ресурс нашего тела, ресурс нашей физики. Следующее, наши чувства, которые также управляют нашими состояниями нашего физического тела. Когда мы испытываем радость, удовольствие, счастье, мы находимся в принятии, мы находимся в, знаете, таком удовольствии от того, что происходит, просто от того, что я проснулся, просто от того, что у меня есть что кушать, просто от того, что меня окружают мои близкие, родные, моя семья, например, или мои коллеги, мои знакомые, друзья, что у вас есть квартира, у вас есть там машина, у вас есть что-то еще. И соединение вот этих вот двух аспектов, благодаря нашей физике, нашей энергии и нашим чувствам, мы можем нашими чувствами управлять нашим состоянием, управлять нашей энергетикой. Когда мы испытываем страх, ненависть, боль, разочарование, обиду, злость, претензии и вот все негативные чувства, которые у нас копятся внутри, благодаря нашим чувствам, мы влияем напрямую на нашу физику. Когда мы живем обычной жизнью, да, и вот что-то нет вдохновения, нет радости, нет ресурса, и, например, мы встречаем, если вы мужчина или если вы женщина, да, и мужчина встречает, например, красивую женщину, которая его включает, ему хочется дарить подарки, ему хочется ехать там на другой конец города на свидание, покупать цветы. Это включает тут же наш внутренний ресурс и потенциал, нашу энергетику, которая есть у нас внутри. Если вы женщина, тоже встречаете мужчину, хочется выглядеть красивее, хочется как-то проявляться, хочется, вот коннекта хочется, хочется быть живой, радостной, танцующей, веселой, радостной. И благодаря чему это происходит? Благодаря как раз-таки нашей энергетике, которая управляется нашими чувствами, эмоциями. И надстройка над этим всем есть наш интеллект или наш разум. И наш разум состоит из как бы двух частей, несмотря на то, что это по сути дела одно. Первая часть — это наша сознательная часть. То, через какую призму мы воспринимаем информацию, благодаря этому генерируются наши чувства и эмоции, благодаря этому генерируется наше самочувствие, отсутствие или присутствие энергии. И вот эта наша сознательная часть, это и есть наш способ, благодаря нашим органам чувств, восприятия, способ балансировать, генерировать наше состояние, чувства, наши эмоции и наш уровень энергетики. Это наша сознательная часть. То, через что мы воспринимаем этот мир, через какую призму. Мы смотрим на один и тот же мир, и я думаю, что тут все сознательные люди. А один видит этот мир вот как-то вот так, исходя из его даров, талантов, установок, а другой видит этот мир вроде всё то же самое, мир как бы не меняется, но его фокус внимания, его картинка, она другая. Имея сознательную часть, фокус внимания, возможность управлять своими чувствами, эмоциями, возможность управлять своей физикой, физиологией. И у нас есть ещё наша бессознательная часть или наш дух, наш разум, наша высшая божественная суть и наше высшее божественное присутствие. Многие думают, что Бог — это где-то там. И обращаясь к Богу, мы обращаемся вот через каких-то посредников, через церковь, через молитвы, через ещё что-то. А есть возможность соединяться с нашим внутренним источником божественного. У каждого из нас он находится, вы не поверите, где у нас внутри. И как раз таки это наша бессознательная часть. Это прямой канал связи с нашим духом, с нашим божественным, с нашей душой, с нашими высшими аспектами. Потому что, имея здоровье, если мы занимаемся здоровьем и качаем сексуальную энергию, она же равно жизненной энергии. И я провёл огромное количество семинаров, мастер-классов, тренингов по работе с мужчинами, по поднятию сексуальной энергии, жизненной энергии. И сначала я долго не мог понять, а что происходит для пар, для женщин, в частности, консультации мы с любимой провели. И когда поднимается энергия, если мы просто занимаемся нашей физикой, энергетикой, знаете, как сосуд, он наполняется со временем, и у нас вылазит всё то, что есть у нас внутри. Это подавленные чувства, эмоции, это подавленные страхи, блоки, зажимы. И энергия поднимается, вроде мы должны радоваться, вау, классно, у меня больше жизненных сил. Но поднимается благодаря этой жизненной энергии, сосуд наполняется, и доходит до того уровня, до наших чувств, эмоций, до нашего чувственного восприятия, то, что есть у нас внутри. И начинает вылазить много страхов, начинает вылазить агрессия у мужчин, если сексуальная энергия поднялась, уровень тестостерона поднялся, и вместо того, чтобы эту энергию направлять на какие-то созидательные вещи, включаются животные инстинкты, рефлексы и агрессия. И эта агрессия, она не приходит откуда-то из вне, она всегда была внутри, но просто у нас ресурса и энергии не хватало на то, чтобы подсветить, что посмотри, что у нас есть внутри, чем мы наполнены вообще. И потом я быстро переформатировал подачу информации, и мы начали работать параллельно с нашими, с поднятием уровня тестостерона, если мы говорим про мужчин, поднятие уровня нашей энергетики, включение нашего тела, и сразу параллельно начали работать с нашими чувствами, эмоциями, подавленными вот этими штуками. Через специальные дыхательные практики, чтобы вывести это всё, проработать. И через нашу сознательную часть, через определённые гипносессии, через определённые трансформации и через определённые техники, которые помогают почистить наше сознание. Наш фокус внимания, нашу призму, стёклышко протереть, ага, вроде как-то мир стал другим. Поработать с нашими чувствами и эмоциями, подавленными. И тогда энергия, она наполняется, и тогда у нас есть возможность реализовываться на всех уровнях, да, чакральная система. И только в этом случае мы можем быть гармоничными, можем быть созидательными, потому что энергия дошла и до нашего сознания. Мы линзочку протёрли, и мы начали на этот мир смотреть благодаря нашим, благодаря из нашего сердца, то есть мы там почистили, разобрали весь мусор, из нашей манипуры, да, когда у нас закрыты базовые потребности, с уровня удовольствия второй чакры, когда мы, вау, а это хорошо, это хорошо, и сексуальная энергия хорошо, и секс хорошо, и женщины прекрасные, мужчины волшебные. И закрыты наши животные и наши инстинктивные, совсем базовые потребности, да. И когда мы идём, и когда мы наполняем этот сосуд, закрываем, сначала закрываются наши базовые потребности, еда, питьё, одежда, там какие-то вот совсем примитивные, потом идём дальше, включается удовольствие, идём дальше, включаются деньги, реализация, финансы, идём дальше, включается, открывается сердце, включается любовь, идём дальше, включается творчество, самовыражение, идём дальше, включается, когда у нас это всё простроено, включается наша интуиция, и дальше включаются наши высшие аспекты с нашим, из нашего подсознательного, с нашим духом. И вот эти вот все вещи сейчас, как никогда, очень-очень важно простроить, выстроить и очистить, поменять точку сборки, если так можно выразиться, да. Поменять точку сборки, это поменять фокус, и начать с самого элементарного, физика, тела, энергетика, дальше мы идём чувства, эмоции, дальше мы идём наше сознание, что там мешает, почему мы смотрим на мужчин, например, и видим одних неудачников, он не реализуется, он что-то там ещё, то есть есть, помимо наших чувств и эмоций, помимо нашей физиологии и физики, есть ещё набор наших ментальных конструкций, которые нас загрузили с самого детства, и которые мы несём через всю жизнь. И вот эти вот три аспекта являются сейчас очень важными для проработки, для осознания, для перехода на новый качественный уровень. Потому что, что такое война? Война – это агрессия. Пошла агрессия, на агрессию пошло инстинкт самовыживания, пошла другая агрессия, и это всё начало разрастаться прям большим комом. В результате это привело, ну, просто в 21 век. Я с Украины, с Киева, для меня это просто сердце кровью обливается, насколько мы, несмотря на новую эру, несмотря на повышение ежемесячного, ежедневного уровня нашего сознания, восприятия этого мира, снова пришли к войне, по сути дела. И как раз таки, когда у нас есть внутри противоречия, несогласия, и вот эти вот пазлики нестыкованы, нами очень просто управлять. Управлять физически, управлять эмоционально, бить по эмоциям, по чувствам, а вот давай, там, кто-то кого-то от чего-то освобождает. С другой стороны, они говорят, не надо нас ни от чего освобождать, включаются инстинкты самосохранения, инстинкты выживания, защиты своей территории, своей семьи. И информационное давление. И наше отношение к этому всему является, влияет на нашу энергетику, на нашу физику, влияет на наше здоровье, влияет на наше эмоциональное состояние, что мы чувствуем в данный момент. Мы в депрессии, либо мы в радости, либо мы в принятии того, что происходит. И улучшая качество своей жизни, свои реакции, свои ощущения на то, что происходит, у нас есть возможность менять, начиная с себя, ту ситуацию, которая происходит. Для себя, для своих близких, родных, для своей семьи. И вот это вот три уровня. Основной, наверное, или очень важный уровень, это то вообще, для чего мы сюда пришли, для чего мы живем, для чего мы просыпаемся. У каждого из нас есть миссия, предназначение, есть определенные дары и таланты, определенный вектор, по которому, в теории, воплотившись на этой планете, Земля, мы по нему идем. Если мы движемся, не согласно нашей природе, не согласно нашему вектору, наша жизнь нас постоянно пытается корректировать, событийный поток. Дружище, ты не туда пошел, давай мы тебя переставим. Тут деньги рубанем, тут по здоровью ударим, тут по психике, тут еще почему-то там. И таким образом, это не кто-то делает нам плохо, это мы сами создаем ту реальность и делаем себе плохо, благодаря вот этим вот трем аспектам. Благодаря тому, что внутри есть противоречия, конфликты, есть разные аспекты нашей сути, которые между собой не клеятся, не вяжутся. Вроде бы как это должно приносить мне радость, но что-то как-то не радует. Сюда пошел, тут тоже как-то не получается. Сюда пошел, тут тоже как-то не получается. А куда на самом деле идти, где все получается просто, хорошо, легко? И это получается в тот момент, когда мы следуем своему вектору, своей траектории нашего движения. Мы движемся по нашей жизни корректно, в корректном направлении. Вариаций множество. Если мы будем следовать каким-то советам, смотреть телевидение, слушать радиопередачи, мы постоянно где-то там мечемся. Мы должны понимать, что все это работает из позиции такого программирования под определенной призмой нашего сознания. Это влияет на наши чувства, это влияет на нашу энергетику, это влияет на наше здоровье. Есть ли возможность от этого сейчас это поменять? Есть ли возможность сейчас сделать квантовый скачок в нашем развитии и выйти на новый уровень? Потому что мы видим, что если мы будем относиться, испытывать агрессию, боль, разочарование, страдания, мы будем страдать. Не кому-то там будет плохо, нам будет плохо. Уже здесь и сейчас, может быть завтра, может быть через 10-15 минут, может быть там через несколько лет. Это все равно аукивается по здоровью, по нашей физике, по нашим эмоциям, благодаря нашему сознанию, то, что мы не в состоянии управлять нашими внутренними процессами, потому что там есть много противоречий. И благодаря вот этим вот всем событиям, у меня планы все просто поменялись кардинально. У меня были на весну большие планы в разных уголках мира. Все поменялось. Я наблюдаю за тем, что происходит у моих близких, родных. Я наблюдаю за тем, что происходит у моих друзей в разных уголках планеты. Мне от этого печально и грустно. Но у меня сейчас есть возможность передавать те инструменты, знания и практики, которые помогут сонастраивать, вычищать, сонастраивать со своим путем, генерировать или акцентировать своё внимание через наше сознание на те вещи, которые важны, ценны, наблюдать и относиться к ситуации чуть-чуть выше, что нами пытаются манипулировать. Кто за этим стоит, что с этим делать, почему оно так происходит. Это немножко не те вопросы, которые помогут перейти на новый уровень. Сейчас важные вопросы, что я могу сделать здесь и сейчас со своим сознанием, со своим подсознанием, со своими внутренними противоречиями, для того, чтобы конкретно здесь и сейчас, повышая уровень своей энергетики, уровень своего сознания, уровень своих вибраций, мы влияем критической массой на событийный поток мировой. Мы создатели того мира, в котором мы живём.